В Видновском перинатальном центре ежедневно на свет появляется около 20 детей. В год это порядка 6 тысяч. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил женскую консультацию отделения с патологиями беременности и родзал. Одно из самых важных – отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, а также реанимации и интенсивной терапии. Да, как корабль назовешь. За счет финансирования из областного бюджета отделения оснащены оборудованием мирового уровня, которое позволяет выхаживать детей, родившихся раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Без команды профессионалов достигать высоких результатов было бы невозможно. Здесь трудятся около 600 специалистов, среди которых есть заслуженный врач Российской Федерации, доктора и кандидаты наук. Перинатальному центру доверяют как жительницы Ленинского городского округа, так и близлежащих и отдаленных городов. Знакомые мои здесь рожали, они посоветовали. Когда я забеременела, я обратилась. Так как мы проживаем в Домодедово, там у нас есть только гинекологи, а роддома нет. Атмосфера прекрасная. Кстати, кормят хорошо, я вам так скажу. У нас все есть, душ есть, все элементарные вещи, пеленки там все-все-все выдают, как бы халат, ночнушку там все-все-все. Здесь оказывается весь спектр медицинских услуг при родах по собственным уникальным разработкам. Зарегистрированы четыре патента, методики которых позволяют успешно проводить органы, сохраняющие операции беременным женщинам с врастанием плаценты в рубец на матке и предлежанием плаценты. Наш перинатальный центр должен расти, должен прирастать новыми зданиями, куда новые компетенции, которых у Тамары Николаевны и у ее коллег, их огромное количество, они ездят и за границу, и учатся, и получают новые знания и компетенции, и, конечно, уже применяют их сразу в дело. С недавних пор снизить нагрузку на центр удалось благодаря открытию филиала на четыре рабочих места с дневным стационаром в ЖК «Пригород-Лесное». Главный врач Видноского перинатального центра Тамара Белоусова рассказала, что в сентябре появится еще одна женская консультация на 46 посещений в ЖК «Зеленой аллеи». Там будет шесть участков акушеров-гинекологов, там будет дневной стационар, там все будет нормально. И мы приблизим нашу помощь медицинскую уже непосредственно к жителям. Глава округа отметил, что очень важно предпринять все необходимые меры по расширению площадей перинатального центра. Совместно с правительством Московской области этот вопрос будет обсуждаться.